И так я еще раз хотел бы, чтобы вы очень четко понимали, что от сосудов, которых на 100 тысяч километров, очень много зависит. И если эти сосуды нормальные, ровные, прямые, и не извитые, и не забитые ничем, не спазмированные, то наш организм получает нормальное качественное питание и кислород, и он себя чувствует комфортно. А если эти сосуды извитые, нарушенные, вот такие, стоящие стромбами и так далее, начинаются уже проблемы. И вторая причина наших проблем заключается в чем? Что кровь должна быть качественной, которая идет по этим сосудам, что она должна быть жидкой, что там должно быть достаточное количество качественной воды, и чтобы клетки эти не склеивали, чтобы они не поломаны были, не набухшие от токсинов и так далее. Вот две основные причины. Хорошие сосуды и качественная кровь с достаточным количеством воды. Видите, все просто. А что мы имеем сегодня? А мы имеем сосуды, как узкие улочки, велики, где постоянно все заторы образуются. Мы имеем старые машины, которые постоянно ломаются, дают пробки. Вот что мы сегодня имеем в большинстве людей, даже в самых маленьких детей. И чтобы этого не было, уважаемые коллеги, мы с вами и должны вот эти все вещи простые, банальные соблюдать. И дыхание, и питание, и вегетативно-нервная система и так далее. Итак, три механизма состояния, функционального состояния сосудов понятны. Но если этот спазм длится длительное время, уважаемые коллеги, если у человека возникает нарушение в печени, а сегодня, уважаемые коллеги, у большинства людей эти проблемы имеются. Жировой гепатоз, посмотрите, у вас каких есть. Потому что многие худые люди говорят, откуда у меня жировой гепатоз? Я же худая, я худой, откуда у меня там жир? Если бы вы знали, сколько жирового гепатоза именно в худых людей, потому что это нарушение жиролифоидного обмена. Мы можем быть не обязательно полненькими, но жир там есть в печени, потому что он замещает нормальные клетки. Он идет в гепатоцид, начинает вытеснять все, что там есть в нормальном, и клетка перестает работать. Это вот первое. Жировой гепатоз. Очень много проблем. Я уже не говорю о полненьких людях, где много диоксинов, где много диоксинов, где такие вещи и понятны. Второе, конечно, это проблема инвазии инфекции. Сколько печень сегодня фильтрует, если вы знали, сколько там вирусов, ямблей, аписторохов и многих других возбудителей, один Бог знает. Ну и, конечно, колоссальные интоксикации связаны просто с некачественной едой и все, что мы с вами дышим, потребляем с водой и так далее. Конечно, это колоссальная нагрузка на печень, токсическая нагрузка. И как только печень перестала способно выполнять свои функции, уважаемые коллеги, она не в состоянии усвоить достаточное количество холестерина, который всегда в организме есть. Потому что это один из ключевых обменов нашего тела. И как только печень перестает забирать холестерин с крови, он начинает откладываться куда? В сосудах. И возникает атеросклероз. А теперь давайте взглянем на эту пляшку, возьмем ее у человека, удаленной либо при операции, либо из погибшего человека и посмотрим, а что в этой пляшке есть. Если мы ее поставим под микроскоп, мы почему-то там находим лимфоциты, макрофагии и другие иммунные клетки. Что они там делают? Как вы думаете? В каждой пляшке. Что там делать лимфоциты? Известно давно, что все иммунные клетки всегда будут там, где есть инфекция. Поэтому не сомневайтесь. Сегодня уже точно доказано, что, как правило, атеросклеротическая пляшка в своей основе имеет сначала инфекцию. И чтобы нам не было иллюзий, сегодня в крови, в сосудах, находится колоссальное количество самых различных возбудителей. И стрептокоп, и скофилокоп, и хламидия, и вирусы, и лямбли, и много чего еще там есть уже. И как только они садятся на сосудистую стенку, туда подходят иммунные клетки, возникает что? Воспалительный процесс. Это известно, не вызывает сомнений. И вот на эти места, где есть уже такое воспаление, и садится эта атеросклеротическая пляшка. И вот здесь начинается уже настоящее морфологическое нарушение сосудистой стенки, которое мы и называем атеросклероз. А если туда еще сядет кальций, которого у нас в организме почему-то больше, чем надо вдруг, а в костях его не хватает, почему кальций садится? Как вы думаете, туда на эту пляшку? Откуда берется? Что, мы так много кальций с вами едим? Да, вы же, коллеги. С одной стороны, мы едим все-таки кальций, но он усваиваться не может, потому что чего нет? Парощитовидная железа плохо работает. Это сегодня ключевой вопрос, уважаемый коллеги. У большинства людей, что щитовидная, что парощитовидная работает плохо. Еще раз, еще раз напомню, уважаемый коллеги, что щитовидная и парощитовидная снабжается кровью почти в 100-300 раз больше, чем любой наш другой орган. Сколько токсинов и микробов пройдет через нее? Какая колоссальная нагрузка? Вы хотите, чтобы она нормально работала? И та, и другая. Поэтому понятно, что и щитовидная, и парощитовидная не выделяют достаточно количества гормонов, а раз он не выделяется, кальций усваиваться в клетку не может. И где он будет? А он долго будет циркулировать в крови, и дальше куда сядет? Обязательно сядет на ту же бляшку, где он всегда садится. И вот здесь возникает уже такая ситуация, в которой точно говорят хирурги и патронатомы, что эта ситуация необратимая. Это кальциноз, камень селна. Понимаете, там есть всегда молочная кислота, а кальций с молочной кислой образуется камень уже. Так же самое, как в мышцах и фасциях, различных связках позвоночника, там точно так же само образуется. Молочная с кальцием пропитывает всю эту мышцу, и все. И дальше там только остается либо разорвать, либо каким-то образом другим убрать. Других способов нет. Уважаемые коллеги, если кальций сел на трослееротическую бляшку, то с точки зрения сегодняшней медицины этот процесс необратимый. А если эти бляшки находятся на каждом сантиметре сосуда, что будет? Начинается, если это в сердце, что будет? Коронарное недостаточно. И человек прошел 5-10 метров, и начинается, что? Сердцебиение, отдышка. Он подняться на третью ступеньку с лестницы уже не может. Потому что 60-70-80% сосудов, у меня был сегодня один человек, который 90% коронарных сосудов перекрыто. 10% миокард, у меня, когда имеет 10% всего нормальных сосудов, уже работать не может. Мы с вами знаем, что любой завод будет останавливаться, когда финансирование людей там будет сколько? Меньше, чем 25%. Вот если наш орган получает, не хватает 75% питания кислорода, он останавливает свою работу. А если 10%, то там уже такие остановки идут, что поддерживать нормальную работу органа уже невозможно. Поэтому понятно, что если возникает такая ситуация с атеросклерозом в сердце, или в мозге, или в других ситуациях, что будет от этого человека? Будут колоссальные боли. Почему? Понятно, да? Боль всегда о чем говорит? Это крик помощи, а сердце о помощи, а головная боль говорит, что мозгу плохо. Он тоже просит помощи, но мы не обращаем на это внимания, потому что мы не понимаем, насколько серьезно все это. Поэтому, когда возникает такая ситуация, что возникает боль, всегда помните, не хватает кислорода и питания. И пока мы не дадим, проблема будет существовать. А если это длительно держится, что будет? Ишемия и инфаркт. Здесь будет инфаркт, а здесь будет что? Ишемический инсульт. И отключается та часть сердца и та часть мозга, где возник, где забился этот сосуд, который и обеспечит питание вот этого места уже. Вот вам итог серьезнейших проблем, нарушений. А где нарушения, мы с вами знаем, в первую очередь. Снова где? В печени. Именно она не работает. Именно она дает вот этот избыток холестерина, который в колоссальном количестве находится в крови. Как вы думаете, а какой способ мы сейчас в медицине используем? Как эти холестерин забрать оттуда с крови? Ну, первое, садим человека, чтобы говорить, все, вот твой перечень, из 100 видов питания, ты имеешь только 5. Все остальное ты должен исключить. Что мы еще делаем? Мы даем лекарственные препараты, удаляющие холестерин из крови. Статины называются. Целый список серьезных лекарственных препаратов, очень дорогих. Как вы думаете, как они работают? Разрушают печень. Еще как. Они вызывают такие жировые гепатозы в печени, они вызывают такие нарушения половых функций, нарушения синтеза половых гормонов, что мужчина за 2 года превращается в женщину. Понимаете? Вот что происходит. Потому что это очень серьезные лекарственные препараты с колоссальными побочными эффектами. Просто фирмы как бы не говорят об этом сегодня, открытым текстом, а специалисты, которые занимаются этим процессом, говорят и понимают, что это так. Что на самом деле это направление в путь снова никуда. Петербург, коллеги, вот это направление по удалению холестерина из крови, оно абсолютно тупиковое, потому что проблема не в крови, проблема в печени, которая не может забирать этот холестерин. Итак, атеросклероз. Нарушение печени уже, атеросклероз. Мы, конечно, нам, конечно, скажет любой кардиолог, любой хирург, скажет, этот процесс не обратим. Давайте посмотрим, обратим этот процесс или не обратим все-таки. Если мы возьмем, вырежем этот коронарный сосуд во время операции и бросим эту бляшку в лимонный сок, как вы думаете, этот камень останется там или нет? Через 2 часа этого камня не будет, он растворится. В обычном лимонном соке. Чувствуете, куда пришли, да? Подожди, коллеги. Эта проблема решается очень легко. Если мы берем яичную скорую пункт и бросаем ее в сок лимона, что происходит? Она превращается в кальций СО3, выбрасывает СО2, и получается лимонно-кислый кальций, который великолепно растворим, мы его пьем как источник кальций. Самое лучшее сегодня средство после корового кальция. Все понятно, да? Поэтому, коллеги, это абсолютно обратимая ситуация, потому что добавление фруктовых кислот, которые переводят любой кальций, каменный в растворимый кальций, через 2 месяца этот кальций со всех сосудов будет вымыт, и его нигде не будет, даже значительно быстрее. Поэтому, коллеги, метод лечения прост. Включите в питание фруктовые и овощные соки, и проблема будет решена легко и без всяких проблем. И поверьте мне, не только кальций в сосудах. Будут разрушены кальции в почках, вернее, будут разрушены камни в почках, будут разрушены камни в желчеводящей системе, и даже в кишечнике, которые мы тоже считаем, что там не бывает, там сколько угодно тоже бывает, уважаемый коллег, и кальцинатов, и чего там только нет. Итак, самый простой способ, это фруктовые кислоты, уважаемые коллеги. Второе. А как бляшку убрать? Это же жир, уважаемые коллеги. Попробуй ее оттуда выцарапать. Как мы ее будем убирать? Вы снова скажете, это процесс необратим. Уважаемые коллеги, это тоже обратим процесс. Приведу вам работы Института общей патологии. Здесь в Москве есть очень серьезный институт Академии медицинских наук, который давно занимается атеросклерозом, уже 40 лет. Там очень есть серьезные ученые, особенно здесь был такой очень ведущий профессор, его забрали в Америку, профессор Мирсон, Академик Мирсон, очень умная голова. Он мне показывал очень интересные работы. Берет крыс, вызывает в них атеросклероз в сосуды. Прямо вот они-то становятся, как железные трубы. Не сужаются, не расширяются. То есть это мощный, экспериментальный атеросклероз. И начинает этих крыс потом кормить обычным рыбьим жиром. Через два месяца снова снимаются на видеопленку эти сосуды, они как новенькие, они стали, как резиновые трубки, сужаются и расширяются. Понимаете? То есть очень мощный атеросклероз, который вызван самыми токсическими другими факторами, вызвал обратное развитие с помощью обычного рыбьего жира. Взяли пациентов на заводы, которые имели вредности колоссальные, которые имели колоссальный атеросклероз сосудов сердца, аорты и всяких других сосудов мозга и так далее, и начали их кормить рыбой, рыбьим жиром и растительными маслами. И что вы думаете? Абсолютно такая же картина. То есть процесс имеет серьезные, обратимые действия. Дорогие коллеги, мы здесь ничего не используем, только обычные растительные масла и рыбий жир. Как вы думаете, за счет чего эта пляшка, куда она делась? Мы восстановили жиролипойтный обмен, уважаемые коллеги. Это очень важно сегодня понимать, что вот эти полиненасыщенные жирные кислоты могут решить колоссально много вопросов. Всего лишь в рыбьем жире и в растительных жирах есть вот эти полиненасыщенные жирные кислоты, которые решают практически любую ситуацию с атеросклерозом и с печенью естественную. Пято, что вы думаете, коллеги, включение в питание таких людей вот этих двух вещей, как морские продукты, как рыбьев жира, как полиненасыщенные жирные кислоты, растительных масел, мы с вами будем говорить сейчас об этих маслах, насколько они важны, и их перечить прямо на это просто записали, потому что это действительно решение проблемы атеросклероза. Ну, а иммунитет и инфекция, мы уже знаем, как ее решать. Это не проблема. Поэтому видите, как просто решить проблему, и как хорошо бы решать ее, но мы об этом и задумаемся. И,